Здравствуйте! Сегодня предлагаю испечь торт Медовик. У меня этот торт ассоциируется с детством. Именно такой ароматный, нежный торт при кланом в детстве мама. На сегодняшний день очень много рецептов этого торта. Мне именно этот вариант приготовления больше всего по душе. Торт Медовик получается очень ароматным, хорошо пропитанным, в мере сладким и хорошо держит форму. Именно этим рецептом я сегодня с вами поделюсь. До приготовления коржей нам сегодня понадобится 100 г меда, лучше всего берите натуральный мед и ароматный, 200 г сахара, 50 г сливочного масла, 430 г муки, возможно вам понадобится немножко больше, так как мука у всех разная, 2 яйца и 1 чайная ложка соды. Итак, в кастрюльку выкладываем мед и отправляем его на водяную баню. Нагреваем приблизительно до 70 градусов, ни в коем случае не кипятите мед. В разогретый мед добавляем 1 чайную ложку соды и хорошо тщательно перемешиваем. У нас должна появиться пена. В пену нужно добавить 200 г сахара и 50 г масла. Все тщательно перемешиваем. Сейчас слегка взбиваем яйца и добавляем в нашу смесь. Я добавляла порциями, хорошо размешивая предыдущую порцию. После того, как вывели яйца в сахарную смесь, отправляем в кастрюльку на водяную баню. Нужно хорошо прогреть, чтобы растворился сахар. Следите за тем, чтобы смесь не закипела, иначе яйца могут свернуться. Вот такая консистенция у вас должна в результате получиться. И сейчас порциями в горячую смесь я буду добавлять муку. Поначалу я буду размешивать все венчиком. Все перемешивать нужно тщательно, чтобы не было никаких комков. Муку лучше всего добавлять постепенно, небольшими порциями. Тогда ее будет легче размешивать. Тесто становится гуще, и его уже неудобно размешивать венчиком. Дальше я его использовала силиконовой лопаткой. А потом переложила на рабочий стол и замесила все руками. На этом этапе, если вам кажется, что нужно добавить немножко муки, добавляйте ее небольшими порциями. Хорошо вымешивайте. В результате у вас должно получиться очень эластичное, мягкое, не липнущее к рукам тесто. Тесто делим на 8 частей. Скатываем каждую часть в шарик. Укладываем на тарелочку, которую я покрыла пленкой. Накрываем еще одной пленкой и ставим в холодильник. В холодильник ставим приблизительно на 40-50 минут. Через 50 минут стол подпыляем мукой и приступаем к раскатке коржей. Мне удобнее всего раскатывать на столе, а потом переносить на бумагу для выпечки. Но есть еще и другой вариант. Вы можете сразу раскатать на бумаге для выпечки и так выпекать. Пользуйтесь тем вариантом, который больше всего подходит вам. Раскатывайте очень тонкие коржи. Вот такой толщины приблизительно раскатала я. Это 2-3 миллиметра. Вставать форму коржам я буду сразу на еще не испеченном тесте. Я пользуюсь обычной крышкой от кастрюльки. Перекладываем тесто на бумагу для выпечки и обязательно прокалываем каждый корж, чтобы он не вздувался. Ставим выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку приблизительно на 2-3 минуты. Следите за коржами, так как они пекутся очень быстро. Таким образом выпекаем все заготовки. Вот такие румяные коржи у вас должны получиться. Сейчас они еще мягенькие, но когда они остынут, они станут твердые и хрустящие. Пока все коржи остывают, давайте займемся кремом. Для крема нам понадобится сметана 450 грамм, сливки 250 грамм и сахарная пудра 100 грамм. Для начала перемешиваем сметану с сахарной пудрой. Вы можете воспользоваться либо блендером, либо миксером. Мне удобнее всего это было делать с помощью венчика. Сюда можно добавить ароматизатор, который больше всего вам нравится. Я добавила семена стручка ванили. Если же у вас его нет, вы можете добавить чайную ложку экстракта ванили. Или лимонную цедру, что вам больше по душе. Сметану с сахарной пудрой я переложила в миску побольше. И сейчас постепенно порциями я буду добавлять взбитые сливки. Сливки нужно хорошо взбить до стоячих пиков. И лучше всего взбиваются очень холодные сливки. Вмешивайте сливки постепенно, аккуратно, при помощи венчика. Вот такая вот консистенция крема у вас должна получиться. Коржи остыли, крем готов. И сейчас можно приступить к сборке торта. Я обратную сторону первого коржа немножечко смазала кремом. Чтобы он хорошо держался на моей подставке. И теперь каждый слой я хорошо промазываю кремом. На первый корж я всегда кладу немножечко больше крема. Крема не жалейте, торт должен хорошо пропитаться. У меня на каждый корж шло где-то 4-5 ложек крема. Возможно у вас уйдет немножечко больше. Это все зависит от диаметра коржа. И таким образом перемазываем все коржи. А из остатков крема я смазала бока торта. Аккуратненько все выровняла. Также у меня остались обрезки из коржей. Я их все измельчила в блендере. И обсыпала торт со всех сторон. Угросила я торт свежими ягодками и мандаринкой. Торт получился очень нежный, сочный, пропитанный. И невероятно пахнет медом. Я надеюсь вам понравилось видео, понравился рецепт. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok